Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет теговое видео. Популярный тег 10 фактов о моем теле. Мне тоже захотелось снять этот тег в качестве развлечения для себя, для вас. Поэтому я надеюсь, что 10 фактов о моем теле для вас будут интересны. Поэтому продолжайте смотреть и приятного вам просмотра. Первый факт его знают, я думаю, что подписчики, которые смотрят меня не первый год. Но новые подписчики точно не обращали на это внимания. Никак не могли это предугадать или узнать откуда-то. В 14 лет я весила 65 килограмм. При счете, что из этих 65 килограмм большинство было не мышцы, а все-таки лишний вес, то вы можете себе представить, как это выглядело. Если я найду фотографии, я обязательно вставлю их. Но если вдруг не найду, на моем канале есть видео о том, как я худела. И как раз-таки там есть фотографии, где я весила 65 килограмм. Зрелище не для слабонервных, поэтому кому интересно, могут посмотреть. Следующий факт о моем теле. Мой нос, который вы видите сейчас, он не такой, как он у меня был от рождения. У меня был перелом носа, мне уже делали одну операцию на нос. Он у меня в связи с этим уменьшился немного в ширине вот здесь, переносится. И также у меня ушла горбинка. Носом я своим на данный момент довольна, своим греческим профилем. Следующий факт, в который не верят очень многие люди, которые даже знают меня лично, которые видят меня каждый день на работе, встречаются со мной в естественной природной среде. Я ношу линзы. У меня очень плохое зрение. У меня один глаз левый минус 3,25, а правый минус 3,75. Без линз, без очков я вообще практически ничего не вижу. То есть у меня именно близорукость. То есть вблизи вот так вот я вижу, вдали я не вижу. Соответственно, так как у меня все-таки минус большой, я вообще ничего не вижу, я как ежик в тумане. Поэтому я практически 24 часа в сутки в линзах. Мне в них комфортно, удобно. Бывают периодические, конечно, моменты, когда я перехожу на очки, следующий факт обо мне, о моем теле, это мои зубы. Они у меня такого оттенка, как вы видите сейчас, от природы. У меня белые зубы, но это их и беда, собственно. Отбеливала я один раз всего лишь, 3 года назад свои зубы. Они у меня были вообще просто голливудская улыбка. Белые-белые. А у меня эмаль, она, к сожалению, не очень крепкая. И сейчас мне запретили стоматологи отбеливать мои зубы. Что-либо, какие-то такие манипуляции с ними делать. Поэтому единственное, чем я могу баловаться, это чистками. Собственно, не баловаться даже, это очень полезно для зубов, гигиенические чистки. Следующий вопрос, который часто в последнее время, после того, как я поменяла форму ногтей, у меня сейчас длинные ногти, формы миндаль, все спрашивают, это самый любимый вопрос у меня, свои ли у меня ногти. Ногти у меня абсолютно полностью свои. Если кто не верит, может обратиться к моему мастеру маникюра. Его очень легко найти в инстаграме. Задайте ей вопрос, свои ли у меня ногти. Она вам скажет, что да, это свои ногти. Сверху периодически я делаю акриловое укрепление. Сегодня, сейчас я без этого укрепления, у меня просто выравнивание и сверху гель-лак. У меня свои ногти с такой длины. В принципе, кто учился со мной в школе, в школе у меня тоже были свои ногти, без гель-лака такие же по длине. Но так или иначе, все-таки задают вопрос, свои ли ногти, да, свои. Следующий вопрос, раз уж показала ручки, покажу их еще раз. Я левша, да, я левша, я настоящая левша, я вообще не пишу правой рукой. У меня правая рука, она практически ничего не делает, ничего не умеет делать. Я все пишу, все делаю, все левой рукой. У меня даже, в принципе, по рукам видно, какая рука у меня ведущая, потому что у меня, конечно, очень, ну, видно, какой рукой я пишу, потому что у меня вот на среднем пальце даже мозоль от, именно, как, от того, что я пишу именно этой рукой. Левша я не переучивали меня, то есть у меня родители сразу, как вот определили, что левша, они не дали переучивать, слава богу, потому что все-таки то та рука, которую мы пишем, это не только... То есть это очень серьезный процесс, связанный с работой мозга. Поэтому вы должны понимать, если вы будете переучивать ребенка с левой руки на правую, то вы вторгаетесь в очень серьезные процессы в головном мозге, а головной мозг – это один из самых неизученных органов, и очень многие вещи до сих пор не поддаются какому-то вот объяснению, пониманию. И я считаю, что многие врачи очень правы в том моменте, что иногда, если что-то не мешает нам жить, это лучше не трогать. И чем меньше мы вмешиваемся в естественные процессы, тем лучше. Поэтому если у вас родился ребенок, левша, то я со своей колокольни, как человек, доживший до практически уже 25 лет, с левой рукой, не переучиваясь, в принципе, советую вам не трогать ребенка, не переучивать, потому что быть левшой – это, в принципе, классно на 7% в мире таких. Поэтому единственное, что неудобно, приходится всегда сидеть на первом варианте, чтобы с правшами не сталкиваться рукой, когда ты пишешь. Это вот единственное такое маленькое неудобство. Ну, плюс еще, наверное, машиной будет сложнее водить, чем правше. Следующий момент – у меня тонко-косное телосложение, как папа издевается надо мной, мои маленькие, тоненькие, костлявые ручки. У меня действительно тонкие кости, у меня тонко-косное телосложение, у меня тонкие мышцы. И в целом, я считаю, что это неплохо для девушки быть тонко-косной. Единственное, что любой лишний килограмм на мне намного легче заметить, нежели на девушке с нормальным или тем более уже с тяжелой костью. Следующий пункт, следующий факт о моем теле – это то, что при росте 168 сантиметров я имею всего лишь 36 размер ноги. То есть у меня маленькая ножка при среднем женском росте. То есть я не маленькая, но вот с размером ноги мне повезло, потому что скидки все мои. Ну как, все-таки было бы приятнее, если бы у меня был бы 35 размер, у меня бы тогда точно все скидки были мои. Но с 36 тоже неплохо живется. Единственное, что проблема с выбором сапог, потому что у меня достаточно развиты мышцы именно икры, и поэтому тяжело подобрать, сбывать сапоги, потому что все-таки на 36 обычный размер очень узкое голенище. Но я выкручиваюсь всевозможными способами, нахожу себе обувь, поэтому... Единственное, что да, можно на скидку купить очень много обуви 36 размера, потому что все-таки маленький размер ноги. Следующий факт о моем теле. Мы уже обсудили мое телосложение, обсудили размер моей ноги, кость мою, все обсудили. Фигура моя относится к песочным часам, то есть я абсолютные вот эти 90-60-90. Сейчас, наверное, конечно, чуть-чуть поплотнее я. Зима, знаете ли, холодно, надо наедать. Но так или иначе, у меня вот типичные классические песочные часы. Грудь и бедра у меня примерно одного объема, а талия у меня на треть меньше. И последний факт о моем теле, я думаю, что... Возможно, вы замечали даже это в моих видео. У меня есть три шрама на лице. Это бровь, я разбила уже в самознательном возрасте. Я работала портье, и когда провожала гостя, развернулась и ударилась головой в колонну. Также лоб вот здесь. Я разбила лоб, когда мне было три года. Я разбежалась и стукнула с головой в печку. К сожалению, я была в не очень сознательном возрасте. У меня не смогли установить родители все-таки первопричину, почему я разбежалась и стукнула с головой в печку. И также у меня шрам на губе. Это доставляет мне дискомфорт, когда я пользуюсь яркими помадами, потому что нужно этот момент, скажем так, нейтрализовать, чтобы не было заметно этот шрам. И, собственно, в связи с этим, да, вот этот шрам, конечно, для меня самый такой неприятный. Я чаще всего про него вспоминаю. Так, я думаю, что многие из вас их даже и не замечают и не видят на моем лице, хотя лицо вы как раз-таки на канале видите больше всего. Это все мои 10 фактов о моем теле. Я надеюсь, видео для вас было интересно. Если видео вам понравилось, я надеюсь, оно вам очень понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в инстаграм, буду вас очень там ждать, потому что там выходят разнообразные посты не только на бьюти-тематику, а также я рассказываю о своей жизни. И все, всех вас люблю, целую. Спасибо большое, что уделили время сегодня мне, посмотрели мое видео. Мне очень приятно. Я очень благодарна своей аудитории, что вы у меня есть на канале. Желаю вам всего самого наилучшего, хорошего настроения, счастья, здоровья, любви. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!